мы впереди мы впереди не ну типа тут надо срочно корректировать решение потому что новый сингл дистурбит я догадываюсь он все-таки лучше чем suicide silence поэтому сейчас мы послушаем suicide silence suicide silence песни капаблио в веленси вот если вы помните если вы помните предыдущий синглос который был с пародия на даркор причем с пародия на весь даркор который у них был вместе взятый начиная от первого альбома боже за cleansing да по-моему назывался и заканчивая hollow crown вот они там тупо напародировали все что только можно причем сделали это максимально неинтересно с еще довольно сомнительным каким-то подтекстом сомнительным месседжем что вот это вот что типа you will die часы крутятся налево часы крутятся направо и все становятся старыми такое 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 давайте 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 посмотрим давайте послушаем что они сделали в новом синглосе четыре с половиной минуты я надеюсь я надеюсь что будет неплохо потому что но были на не может быть все плохо верно то есть видео даже сегодня билла баврил лавин с юнг блюдом понравились может быть сегодня такой день хороший поехали мне очень интересно короче если кто не понимает английского и кто не знает что тут было сказано в клипе что вот чувачок который слушает очевидный который отыгрывает образ фаната suicide silence его чморят другие слушатели металла его чморят другие слушатели не металла его чморят другие не слушатели за то что он слушает suicide silence за то что они уже не дар корж за то что они уже не компот за то что они уже не торт за то что они не дат металл скатили сколотились и так далее я не знаю мне кажется они с этим месседжем и с этим с такой с таким форматом клипа опоздали лет на но 20 до что типа фанатов тяжелой музыки чморят другие это мне кажется сейчас уже с этим ну такого нет типа сейчас никого ты не удивишь и никого не поразишь слушанием любой альтернативной музыки так хорошо сейчас он наденет наушники и сейчас превратится в машину для убийства ищет всем раздаст потому что он фанат suicide silence он самый лучший в мире чили ну ладно они реально решили сделать клейдинг номер два только без митча я не понимаю зачем зачем тупо один в один такая же манера звука такая же манера сочинения такие же бласт биты вместе с диссонансами вот это вот классическая тору тору флажолет тору тору диссонанс это же она я не понимаю зачем зачем делать клейнсинг номер два вот типа ребята если кто сейчас слушает вот эту песню впервые послушайте дебютный альбом suicide silence вместе с митчем лакером называется за клейнсинг он лучше да я не ошибся когда включил suicide silence именно сейчас потому что это это надо иметь талант это надо иметь талант извратить все что можно было делать за свои годы и сделать это хуже чем раньше в этом плане те же motionless invite которых вот сегодня слушали и которые выдали танцевалку на манер дискотеке 80 их слушаются лучше чем вот это потому что я говорю это ну может быть это не совсем правильное сравнение но это когда собака гоняется за своим хвостом поймала этот свой хвост и пытается его съесть думая что это что-то новое что-то вкусное так и suicide silence пытается делать старый даркор думая что это интересно и ладно это уже меньше похоже на за клейнсинг и ну но интереснее не стало понятно что типа она такая более более какая-то пресная какая-то гитарная вот эта вся партия на боже мне даже у меня просто перед глазами вот этот клип кринжовый что типа под типа якобы suicide silence все чморят а пришли suicide silence и начали всех мочить это так не стопы 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 хорошо я допускаю допустим можно делать именно вот такой вот аля дырко револе валя метоле валя еще что-то на вот таком вот звуки дын 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 ну типа зачем его делать таким сухим и смешивать блин максимально верхастый звук гитар без басового фундамента и без барабанных вот этих вот без барабанного подчеркивания просто я уже включал именно тот же по-моему собственно запил инсинг нет а ну а это был дисн гейдж да вот кстати как раз дисн гейдж вот для сравнения я потому и говорю ребят послушайте или cleansing или no time to bleed типа будет лучше а ну-ка сейчас еще другой тимарь это по-моему с холлоу крауна не это сбыл экрана или те же люди блин куда это все делать я не знаю то есть именно хорошо ладно вы решили делать старый-старый вот этот кор который вы делали еще вместе с мичем но зачем вы его делаете хуже чем она какой-то чувствуется задавленным чувствуется максимально перекомпрессированным вокал и далеко и не орут также как вокал и меча орали вот впереди перед тобой басовые вот эти все партии вместе с гитарными они ломились просто прям как стена на тебя сейчас же она все-таки но как 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 говорит классик жухлый чихач вот у меня вопрос у меня вопрос все тот же у меня вопрос вот все тот же как и с предыдущим клипом это всерьез вот именно их их вот эти креативные потуги которые равны там клипмейкингу 2002 года там где максимальная кровища максимальная расчлененка максимальная вот это вот все кого-то цепляла кого-то возмущала кого-то там вау 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 как-то ну вот как-то как-то трогала вот либо это пародия на это то есть либо это пародия на самих себя либо это пародия на то что типа вот вы от нас хотите дыркор вот вы получите ваш дыркор типа это и вот веса всей этой кровищи и забудьте об этом то есть если это еще пародия то я пойму если это пародия то я пойму типа такая стебная стеб над самими собой над своими олдскульными слушателями которым ну надо подолбиться как я люблю курить а если же это всерьез и они реально хотят следовать вот такой же стезей типа с дыркором который в качестве теряет колоссально который даже по продакшену не вывозит по сравнению там с чё я слушал недавно боже тоже лор на шор как бы мы к нему не относились но лор на шор блин вызвучены лучше я просто по-моему на той реакции упоминал лор на шоров там вызвучка блин качественнее лучше тут же вызвучка как я не знаю какая-то подвально-кустарная да ну как обычно как обычно комментаторы всегда довольны и пускай пускай будут довольны для меня же для меня же для меня же suicide silence как-то уже 2 сингл подряд и чувствую я что там на полном альбоме на полном альбоме там если там все будет такое же то то да то есть только могу себе представлять насколько там все будет грустно плохо и вообще как-то как-то стремно причем я говорю у них был вполне очень даже солидный очень даже сильный немедленно фундамент на на вот этом на одноименном да понятное дело что там дорис понятное дело что там вот это тихие прочее вот эта чушь инспирированная этим боже росом робинсоном во это понятно но они ж могли бы выкрутить из нее что-то дальше что-то больше что-то лучше чем пытаться копировать блин то что уже было сделано многое множество раз увы и ах я не знаю почему очевидно очевидно мич лакер для них был наверное очень мощным креативным драйвером очень многое от него именно исходило какие-то креативные идеи какие-то рифы какие-то мелодии какие-то решения по звукопроизводству очевидно потому что первые три альбомы реально хорошие блин были реально то есть типа я я без шуток говорю типа они реально были классные даже вот именно вот этот альбом you can fucking stop me да был ничего типа делали дед метал зачем начали делать вот это причем если опять же если эта пародия на самих себя ну ладно но если это всерьез попытка делать зацепиться за тудер-корную аудиторию которая все еще любит долбиться всеми частями тела обо все подряд окей окей но мне кажется сейчас сейчас это уже не так интересно все-таки зуммеры интересующиеся дыркора мне кажется будут слушать их же лор нашоров или кто у нас еще и среди дыркора я не знаю те же корнифихи звучит как-то победить повеселее учитывая то что те же корнифихи анон дескори band 2022 на ну-ка ну те же слоттер то привыкл хотя они несколько дыркор на сегодня fit for an autopsis попыткой на короче вот каждый 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 примерно делает что-то свое только suicide silence новом составе пытается делать самую себя раннего формата лорда шоры делают симфо дыркор слоттер то привыкл делать не металл кори вас дыркорными элементами вот аша на последний альбом кстати я не слушал shadow of intent делают офигенный симфо дыркор с техноэлементами нормальный блин fit for an autopsis делаю час что-то наподобие гаджиры тоже неплохо infant anigilator тоже звучит как бы сами знаем как типа все вот эти техникалы и прочее вот это вот чисто ради кровища чисто ради но такого репульсивно противно кишкомотного контента всегда можно слушать infant аннигиляторов и это лучше блин потому что она опять же вызвучено лучше и качественнее потому что я не знаю зачем делать дыркор если он весь у тебя состоит из из песочищей гитары и бласт битов неизвестно но опять же фан боем нравится фан боем нравится пускай фан бой слушает но опять же в любом случае якобы я как человек заинтересованный якобы человек который хочет до последнего блин понять что может быть хоть на альбоме будет что-то нормальное надо будет послушать все таки потому что даже вот я говорю можно лесенвайтов вера вульф мы сегодня послушали было вполне ничего